Пять этапов повышения пенсии ждут украинцы в следующем году, а люди старше 75 лет получат дополнительные 400 гривен помощи. Сейчас в Украине больше 11 миллионов пенсионеров. На какие выплаты они могут рассчитывать? Как на дефицит пенсионного фонда повлияет повышение минимальной зарплаты? И какие альтернативные варианты развития пенсионной системы? Разбиралась Юлия Крючкова. 2400 гривен. Такая минимальная пенсия будет установлена для украинцев, достигших 65 лет с трудовым стажем 30-35 лет. Перерасчет пройдет уже в январе. Еще одного повышения можно ждать в конце года. Также в 2021-м проведут индексацию пенсий. Об этом в программе «Официальный разговор» рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир. Не менее важным есть индексация пенсий. По нашим расчетам это будет где-то на уровне 11%. Также повышение прожиточного минимума, который в этом году планируется дважды, это с 1 июля и с 1 декабря, оно тоже будет давать свое повышение пенсии. Кроме того, в следующем году остается надбавка к пенсии в 500 гривен для людей старше 80 лет. А с июля надбавку получат еще и пенсионеры категории 75+. Она составит 400 гривен. В 2020 году была внедрена норма, что касалось 80-летних. Теперь в следующем идет 75-летние. То есть мы взяли тех, которые действительно уже в преклонном возрасте и действительно это категории, которые больше всех надо поддерживать. У нас 1,4 миллиона тех, которые получили доплату по 500 гривен, 80-летние, где-то 1,1 миллиона тех, которые 75, до 80. Перерасчет пенсии возможен благодаря повышению минимальной зарплаты в Украине до 6,5 тысяч гривен до конца 2021 года. Экономический эксперт Юрий Гаврилевичко говорит, в дальнейшем повышение оплаты труда может устранить ставший традиционным дефицит бюджета пенсионного фонда. Ведь источник его наполнения – единый социальный взнос, который оплачивается как процент от дохода. Чем выше будет заработная плата в Украине, тем на самом деле проще будет жить пенсионному фонду. Тем меньше дотаций из бюджета он будет получать на покрытие дефицита собственного. Но если уж государство захочет что-то сделать для пенсионеров, то тогда уже выплаты из бюджета пенсионного фонда, при его безубыточности, будут просто дополнительным бонусом, стимулирующим внутренний рынок. Потому что пенсионеры у нас являются стопроцентными потребителями. Скорость оборачиваемости денег, которые получают пенсионеры, в среднем где-то в 6 раз выше, чем скорость оборачиваемости этой самой гривны в других сферах экономики. Уже долгое время в Украине помимо солидарной системы, где деньги пенсионерам фактически платят работающие люди в виде ЕСВ, хотят дополнительно ввести накопительную. В ней часть доходов каждого работающего украинца переводится на персонализированный пенсионный счет, которым человек будет пользоваться лично. Но пока Украина не готова к такой реформе, говорят эксперты. Треба завершить войну, выйти из экономической кризи. Досвід інших країн вказує на те, що цю систему можна запроваджувати, коли в країні економіка на підйому, коли є сталий економічний розвиток хоча б декілька років, коли є жорсткий державний контроль. Эксперты сходяться во мнении, для того, чтобы пенсії продолжали увеличиваться, необходимо обеспечить условия для общего экономического развития страны, независимо от того, какая пенсионная система будет работать в Украине. Юлия Крючкова, Игорь Каркадым. Киев. Твой дом.